как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии и в эфире вин вин зум номер 292 тема сегодня мастер денежного потока или три главные финансовые привычки спикер полина федосеева vk.com полиночка федосеева полина добрый день здравствуйте полина для кого полиночка для кого-то полиночка для кого-то полина для некоторых даже полина андреевна вот разных ипостасях да но сегодня поговорим про вашу ипостась организатора трансформационных ведущего трансформационных игр в вашем небольшом городе российском березники да и про финансовые привычки когда у вас появилось желание и возможность и экспертиза начать проводить такие игры зачем вот насколько я владею на сегодняшний день информации вот прямо эксперт или какой-то официальный диплом что ты являешься там мастером в игры ведущим не выдается официального документа но я играю с 2015 года вообще сама и пришла я вообще эту игру мне было интересно попробовать после книг роберта киосаки многие к ней приходят после этих книг да богатый папа бедный папа денежный поток да и так получилось что у одного из моих наставников это настольная игра была нас было три девочки которые хотели поиграть ведущего не было и игру взяла и в общем мы играли когда я мы делали вход я открывала правила и мы в эти правила погружались а к пятнадцатому году где вы успели поработать где успели поучиться ну к пятнадцатому году я успела с двухтысячного года поработать продавцом в розничных магазинах березников поступить на заочный факультет психологии в березниковский филиал пермского государственного университета стать старостой группы в общем довольно успешно учиться уйти с магазина сперва в менеджеры потом воспитатели в детском саду потом переехать в пермь потому что меня тогда пригласили на позицию инженера по комплектации и вот к пятнадцатому году я уже в принципе была даже наверное где-то но я была менеджером и вот-вот переходила на позицию руководителя отдела продаж я кстати университет но к моему сожалению так и не закончила потому что когда был выбор между работой в перми и университетом я выбрала я выбрала работу в перми попыталась перенести там два экзамена два зачета на попозже но кафедра мне в этот момент стала разорваться мне было тяжело поэтому я не доучилась к сожалению вот мне сейчас периодически догоняет эта история что нужно все-таки закрыть этот момент возможно я снова и закончу мы сами похожи потому что в начале двухтысячных точнее в конце девяностых когда я уехал с черта курса немецкого отделения университета в германию потом пошел на тв работать и тоже всю жизнь думаю ну вот теперь меня в школу не пустят преподавать вот но при этом на листике диплом не нужен кстати вот и так же как и в продажах продажа где я в принципе работаю столь лет но даже без корочек у меня получилось да быть руководителем отдела продаж но в продажах вообще вы что продажах там нужен опыт и талант от бога часто вы знаете я наверное со способностями но не с талантом продажах я бы так это выразилась но я человек очень системный вот прямо системный четкий я замечаю закономерности я отслеживаю какие-то системные повторения и я понимаю через какие моменты в работе можно ну как достичь нужного результата плюс я много думаю анализирую у меня в голове ну мне часто приходят различные там мысли то есть я в этом плане даже я люблю подумать сейчас подумаем вместе послушаем вас про денежный поток вы успели уже вернуть снова березняки по семейным обстоятельствам видимо за мамой до ухаживать вот но не знаю а вот и снова проводите денежный поток березняках и там сетевом маркетинге есть про который мы сегодня не говорим а говорим про денежный поток не говорим да вот и про денежные привычки но интересно еще в центре вашей личности есть такое как сказать главный раздел да я с другой с одной стороны все еще остаетесь в найме матрасы продаете да а с другой стороны вам всегда хочется иметь второй источник дохода и вы этому всех как сказать учите далее рассказываете я не могу сказать что я учу я просто делюсь тем я это делаю я это делаю поиграв игру денежный поток кстати почему потому что в игре денежный поток человек не бросает основное место работы пока он не создаст на втором источник дохода такой который перекрывает первая заповедь она ключевая но для кого-то вот этот стресс когда ты ушел работаешь на себя он в плюс играет знаете когда ты все сам все отвечаешь все включаешься и работаешь там усиленном режиме вот в такой стресс когда ты можешь остаться без денег и поэтому ты работаешь как бы интенсивнее что ли он для кого-то в плюс для меня он в минус он меня пугает мне вот это вот ощущение отсутствия денег для самозанятых которые постепенно свое хобби превращают бизнес но работают в найме вот мне многие говорили что нельзя сразу уходить год-два нужно протестировать протестировать да все свои гипотезы потерпеть потерпеть создавать поработать поанализировать понять свои сильные слабые стороны и вот все равно расходы никуда не деваются и квартиру даже если она своя за нее все равно надо платить и кушать надо и на проезд надо даже в маленьких городах где-то на приезд надо и поэтому вот мне психологически спокойнее и устойчивее когда у меня есть стабильные деньги я про что у меня вот столько но я хочу еще столько-то и поэтому я что-то еще делаю но я вообще по жизни не ленивый ну как я ленивы и не ленивы одновременно то есть я люблю что-то делать я люблю трудиться мне нравится как бы создавать какую-то ценность и наверное вот ну и работа мне мне моя нравится потому что через нее помогаю людям даже в матрасах да а вот давайте сравним как что какая главная что ли жизненный урок вы получили в продажах естественности матраса еще данный момент да и главное интересное полезное то что вас научил сетевой маркетинг к чему все в жизни вообще все блага к нам приходят через других людей вот все блага все все приходит через людей и вот я этому учусь и в продажах потому что и в маленьком городе да где многие многие трудно знают да в любом в любом делай хорошо свою работу заботиться о клиенте и он позаботиться о тебе вот это прямо это моя философия когда я потом уже позже стала читать там брайана трейсы про два типа хуй ну вот два типа продаж не как охотники а есть фермеры вот я точно фермер я лучше как бы в них вложу я им как бы дадам ей подарки я им как бы еще что-то ну вот что-то такое что их со мной как бы раскрывая что ли да то есть мне не интересно это подход вин-вин у нас весь цикл про вин-вин да я делюсь своим а со мной делятся и тогда мы выиграем мне хочется знаете с овцы шкуру можно снять один раз а стричь овцу можно долго ну вот это конечно немножко может быть грубовато звучит но это правда то есть если ты при этом заботишься о человеке он чувствует что ты как бы ну ради него работаешь меня это кстати знаете может быть я немножко сейчас отвлекусь от темы вот я работаю в продажах очень часто сталкиваюсь с людьми в системе которые тоже вроде бы с людьми работают и я искренне недоумеваю когда к ним приходишь и вот я нынче так получила попала там учреждение здравоохранения а я видел писали потому что я заболела а это частная была контора нет это государственная муниципальная нет это не ну тогда это не ну тогда я человек который ну немножко погружен понимает что такое фонд социальной оплаты что такое фонд медицинского страхования они получают за каждого налоги клиента да вообще-то и мы за это заплатили и мы заплатили не за то чтобы нам были не рады в шесть утра в больнице но честное слово и когда с врачом разговариваешь я говорю вот почему когда вы ко мне приходите за вас я вам должна все рассказать все показать все рассказать все объяснить вовремя привести нигде вас по цене не обмануть и если вдруг я где-то накосячил ну там на день на два мы не управляемся они же вот эти же люди которые нас не принимают начинают нам рассказывать вот вы обещали вы должны я говорю почему когда я вот я же не как бы не от большой радости в шесть утра к вам приехала но у меня вообще не было этого в планах я рассчитывала на другое к себе отношение ну не мне мне тут с вами в шесть утра вы мне дайте если вы знаете что у вас на участках нет терапевтов одни фельдшеры а вы терапевт ну назначите вы мне лечение отпустите меня с миром ну вот честное слово это такое лирическое отступление но вот каждый должен мне моя философия делай хорошо свою работу для людей они тебя отблагодарят даже если они будут это кстати связано полина была куча интервью про сейчас кстати не то что модную а прямо очень нужную популярную отрасль в управлении да в менеджменте называется распределенное лидерство которое позволяет каждому члену команды вплоть до самого низшего уровня чувствовать миссию ответственность за все но это дело задача управленцев создать такую вдохновляющую систему до пирамиду снизу до верху видимо сетевом маркетинге это умеют делать возвращаемся где ни дома что они управляют денежном потоку но я отвечу я думаю что это не управленцев задача это вот внутри в человеке вот как он воспитан жить для себя или жить для людей а вот я воспитана видимо жить для людей я в детском саду работала для детей я их не охраняла за там деньги которые были прожиточного минимума я действительно с детьми занималась мне было с ними интересно мне было интересно какой результат у меня получится и многие поговорят там про поток про то что вот я куда бы не пришла я везде нахожу для себя какую-то цель ну то есть вот где я себя разовью чем здесь научусь что я из этого опыта себе возьму в пользу чтобы не просто посидеть мне просто посидеть на стуле там чтобы не оклад поплатили мне нигде не интересно еще вы писали пост я тоже подумал что очень интересный важный момент который нужно подчеркнуть когда вы в найме то есть у вас одно яйцо в одной корзине да соответственно человек который вас нанял он понимает что вы у него в плену ну то есть реально да психологически даже самый лучший руководитель и поэтому у вас неравные отношения да мягко говоря и ваше будущее полностью зависит от него и это неправильно да точка зрения денежного потока расскажите но не совсем как сказать вот если человек пассивный то тогда конечно все зависит от работодателя насколько он будет тебе лоялья насколько он будет терпелив насколько он будет протягивать тебе руку чтобы ты развивался и рос правильно но и от тебя тоже зависит потому что когда ты компетентен когда ты на своем месте когда к твоей работе ну извините ну бывают вопросы кому их не бывает но ты их решаешь оперативно четко цели и как бы ну тебе не нужно десять раз повторять человек знает что ты сделаешь то в этом случае вы уже больше про партнерство чем просто работодатель и наемный сотрудник конечно тебя может быть тоже там захотят когда будешь неудобен убрать но у них уже на чаши весов будет астрона медали что ты делаешь функционал то есть у тебя уже есть определенная репутация да там и иногда лишний раз может быть тебе и навстречу пойдут потому что ты квалифицированный специалист который находится на своем месте это опять же вопрос об обмене да вот всегда шевесов всегда но при этом конечно еще один источник дохода всегда человека делает чуть-чуть посвободнее я это точно понимаю вот особенно в березняках у нас городообразующие предприятия в основном это предприятия и люди которые работают на заводе вообще мало кто из них думает а еще об одном источнике дохода у них самое грустное что даже ну про цели они перестают думать потому что они перевращаются в винтик система где от них ничего не зависит им просто нужно прийти сделать рабу хотят они не хотят уйти но вот это к сожалению реалии маленьких городов не только березняки вот губахи примерно такая же история но это вообще такая бы сказала еще что ли наша система общественно-политическая так выстроена пирамида власти полина как же нам сформулировать три вот этих правила да главных нашей наших чтобы мы чувствовали себя независимо финансово расскажите знаете я могу только своим опытом здесь поделиться он у меня не блестящий там вау это там супер может быть и не произошло в течение трех минут да чтобы это была отдельная рубрика правила жизни и бизнес но случилось так что я наконец-то научилась регулировать свою статью расходов так чтобы я всегда была в плюсе то есть и вот откидывать эмоции включать рацию я планирую свой бюджет я планирую бюджет даже на какие-то эмоциональные покупки я оставляю так чтобы у меня всегда были деньги про запас вот это на сегодняшний день моя большая победа над своими привычками и их на самом деле три это лучше но это как везде как в спорте как питание учет контроль и анализ учет контроль анализ и большинство предпринимателей например мелких никто не платит себе зарплату они как бы деньги бизнеса и деньги жизни это одни и те же деньги а это но неправильно любой финансовый советник скажет что это неправильно потому что ты тогда не можешь считать отдельно свою жизнь отдельно свой бизнес их надо разделять эти два потом как эти три заповеди раскрываются во время игры денежный поток расскажите что было понятнее для тех кто никогда не участвовал в трансформационной игре да деньги все любят когда они бумажные но считать деньги в расходах что мы потратили большинство боится а это нужно прямо снимать вот это вот розовые очки и смотреть правде в лицо вот я столько трачу могу ли я чего-то из этого отказаться ибо мне нужно где-то напрягаться искать ну то есть если это все важно то тогда почему я мало зарабатывать ну вот это первое и второе это вот прямо нужно системно себя усаживать и иногда вот через не хочу через не могу так же как кто худеет контролирует то что он ест получается это все вот этот аспект неприятно он пропадает игре появляется азарт а расскажите что он не пропадает он не пропадает те кто не любит считать они в игре не считают но мы вот тут за теплый завтрак девочками делали я поделилась фразой которую где-то услышала не помню где не считать слова не считать и это про ну как бы не считать не считать хорошая да где где где-то может быть в этом есть бедные не те кто мало зарабатывают а кто сто процентов живут непосредством съесть можно любую сумму денег ну условно съесть будете зарабатывать полмиллиона будем считать полмиллиона улетят за две недели вообще вот и потом будешь думать господи я столько зарабатывал где деньги ну древние философы говорили что надо уменьшать свои потребности для счастья а вы что скажете я считаю что нужно посчитать сколько тебе достаточно и посмотреть достаточно ли ты зарабатываешь а дальше уже создавать собственную ценность вообще в мире помогать людям но вот вселенная она очень справедливая дополнительную да вот в найме его работаете а может быть совсем не по таланту вашему да как-то найти очень часто люди работают там где мне нравится но первое с чего стоит начать надо найти то что тебе нравится на твоей работе потому что если ну либо уйти с нее не занимать чужое место если ты не любишь то что ты делаешь если ты не любишь людей для кого ты работаешь даже если завод приходишь работать токарем ты все равно это точишь для людей которые там самолете полетят в машине поедут и если ты позволяешь себе сделать брак ты рискуешь жизнями многих людей но как бы вот если покопаться поэтому даже от самого небольшого человека то есть от воспитателя например много зависит что ну в детском саду что заложится в возрасте 3 с 3 до 7 лет в голову ребенку какие модели поведения какая философия да конечно это но не родительская на но все равно какие-то зерна они в голове остаются потому что с воспитателями дети контактируют про чаще чем с живыми родителями ну все по сегодняшним заканчиваем уже вот вы процитировали молитву которую сент-экзупери да видимо где-то написал придумал процитирую начало вы дальше расскажете почему вам зашло научи меня искусству маленьких шагов я ее сейчас прямо всю наизусть не перескажу но вот мне сама вот это вот суть что научи меня не гордиться не надевать корону научи меня просто маленькими шагами идти свой путь вот я сейчас прохожу квест героев в пространстве и у нас было обучение от президента компании кпд героя называется и книга у него есть путь героя что герой он выходит из дома и перед ним открывается дорога и вот на этом пути у героя случаются разные события которые показывают кто друг враг где-то тебе подойдут и совет дадут и помощников дадут и в конечном много в какой-то точке пути у тебя случается самое страшное да там битва с драконами но вопрос где эти драконы вот я почему-то думаю что это внутренние драконы внутренние там страхи какие-то общения и вот когда ты их победишь вот тогда ты как бы и становишься кем-то но но другим да там был просто иван дурак и стал иван царевич но это и сказки потому что какие-то свои убеждения какие-то свои ограничения какие-то свои привычки победил и это трудная работа но когда ты это проделаешь это невероятный кайф когда ты смог и у тебя что-то получилось в себе поменять с нами сегодня полина федосиева vk.com полиночка федосиева наша тема мастера денежного потока ли три главные финансовые привычки полина спасибо и удачи вам как привлечь инвестиции где найти партнеров как защитить свои интересы верхникамская торгово-промышленная палата надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса город березники улица юбилейная 17